Здравствуйте! С вами вместо репетитора Алина Викторовна. Сейчас мы с вами выполним звукобуквенный разбор слова «семья». Запишем слово «семья». Ставим знак ударения. «Семья». Ударение падает на второй слог. Теперь открываем транскрипцию и записываем звуки, которые слышим, когда произносим это слово. Произносим слово «семья». Теперь посчитаем количество слогов. В этом слове два слога. В этом слове одна, две, три, четыре, пять букв. И в этом слове один, два, три, четыре, пять звуков. И дадим характеристику каждому звуку. Первая буква – буква «С». Звук, который обозначает эта буква в этом слове – «С». «Семья», мягко, апостроф. Этот звук согласный. Этот звук глухой. «С». У него есть пара по звонкости, глухости. Буква «З». Значит, он парный. Этот звук в этом слове – «мягкий». В другом слове может быть твёрдым. Значит, парный. Следующая буква – буква «Е». Звук, который обозначает эта буква в этом слове – «И». Мы говорим «семья». Этот звук гласный, безударный. Безударный пишется слитно. Следующая буква. Буква «М». А звук, который обозначает эта буква «М». С апострофом. Этот звук согласный. Он звонкий. Для его произношения мы используем голос «М». У него нет пары по звонкости, глухости. Значит, он не парный. В этом слове этот звук «мягкий». В другом слове он может быть твёрдым. Значит, он парный. Следующая буква. Мягкий знак. Звука не обозначает. Следующая буква. Буква «Я». Буква «Я» после мягкого знака обозначает два звука. Первый звук – «Я». А второй звук – «А». Семья. Звук «Е». Согласный. Звук «А». Звонкий. У него нет пары по звонкости, глухости. Значит, он не парный. Этот звук «Мягкий». И в другом слове он тоже будет мягкий. Значит, у него нет пары по твёрдости, мягкости. Значит, он не парный. Следующий звук «А». Этот звук гласный и ударный. У гласных больше мы ничего не определяем. Мы выполнили звукобуквенный разбор слова «семья». Почему одинаковое количество букв и звуков? Буква «Мягкий знак» звука не обозначает, а буква «Я» в этом слове обозначает два звука. «Я» в этом слове «Я» в этом слове «Я» в этом слове «Я». В этом слове «Я» в этом слове «Я» в том,